всем привет добро пожаловать на мой канал лоя артерапе я заметил что вам очень нравится обзор красочек поэтому сегодня я тоже решила сделать такой обзор красочек при этом попробовав этими красочками что-то в конце нарисовать и сегодня мы будем рассматривать вот такие вот краски от невской палитры но это весьма бюджетный вариант то есть это фирма но и серия ладога вот и она они позиционируют себя как принципе профессиональные уже да то есть это уже более профессиональные чем например у них sonnet вот но все в той же привычной форме до 24 цвета в кюветах очень необычные красочки давайте посмотрим вот я всегда смущаюсь тем что пишут они на упаковке потому что здесь нет ничего и здесь все мелким шрифтом написано вот значит они пишут что художественные акварельные краски изготовлены на основе высококачественных пигментов связующих обеспечивающие основные свойства акварельных красок прозрачности чистоту света художественные краски ладога лучший выбор для покупателя требовательных к цене и качеству вот такой вот у них такая характеристика давайте теперь посмотрим что здесь они пишут значит они пишут здесь цвета на то есть вот здесь видно не очень почему-то видно эти приблизим вот теперь когда я приблизила лучше видно да вот значит здесь вот набор какие есть цвета все строчкой мне вказан в невской палитре в принципе максимально это три это значит что в принципе всего всего несколько цветов до очень мало цветов у которых нет 3 звезды вот например смотрите давайте пройдемся подряд значит белая лимонная желтая охра вот охра две звезды а лимона желтая и белая все три звезды потом идет сиена тоже в три звезды ну и потом идут золотистые две звезды потом лак оранжевый одна звезда вообще плохой да то есть оранжевый цвет здесь получается потом охра красная уже три звезды да но понятно железе железноокисная с железоокисная светло-красная то вот этот наш известный english red мы уже обсуждали эту краску не на канале вот три звезды потом алая 3 звезды пишут розовая звездочка я вам скажу что я во многих очень фирмах видела что розовый цвет он действительно либо какой-то там очень сложный пигмент либо что но он действительно очень слабо устойчив к свету поэтому очень часто у них очень маленькая светоустойчивость фиолетово розовый опять-таки видите в составе розовый и он опять с одной звездой потом лак синий лак синий blue lake забавно перевели лак синий blue lake хотя blue lake это синяя как бы озеро вот но одна в общем звезда потом что у нас дальше идут синие ярко голубая бирюзовая желто-зеленая то синий зеленый у нас все три звезды потом идет зеленая зеленая просто зеленая green вот две звезды потом понятно замородной зеленая на очень часто идет светоустойчиво у многих компаний до убра туда же жены умбра абсолютно также сепия и нейтрально черная начало black да тоже три звезды то есть получается смотрите какой большой процент светоустойчивых и всего лишь раз два три четыре пять шесть цветов из 24 это сколько получается не так то и много да вот не так ты много значит это получается 4 то есть четверть примерно набора да у нас вот три звезды ну смотрите я этот набор специально сразу не снимал обзор вот и поэтому я вам скажу что сейчас в принципе да я могу немножко посмотреть насколько изменились цвета очень важный момент потому что например у sonnet даже лишь когда лежали лежала бумага да с моими рисунками такая ну как бы в шкафу в разных совершенно условиях я совершенно не не особо как бы этим над этим задумываюсь там куда положить сколько она лежит и так далее то есть меня работы могут лежать очень долго пока их не достану вот и sonnet заметно поменял цвета то есть он не то что поменял немножко стал блеклым но это было ощутимо то есть визуально это было видно поэтому sonnet он больше ученический да и как бы он позволяет качественно нанести иллюстрацию но не но как бы потом в дальнейшем допустим из его сканируете это очень удобной краски они весьма классно наносятся имея их легко там смешивать весьма хорошие красочки для каких-то быстрых наброс очков до каких-то таких легких иллюстраций под digital вы потом сканируете это отправляйте в digital прекрасный результат получаете за недорогие деньги ладога чуть чуть подороже получается чем sonnet но не такая дорогая как белый ночью то есть какая-то серединка вот и если честно я заметила что немного поменялся этот этот blue lake у него оттенок меня скрыть розовый вообще пока за это время не выцвел да не особо вот мне кажется еще вот этот turquoise blue чуть-чуть поменялся вот этот вот turquoise blue он чуть более синий на камере хотя в реале он немножечко такой зеленоватый и он чуть-чуть таки поменял свой внешний вид вот почему-то neutral black да вот этот нейтральный черный он прямо как будто бы въелся что ли то есть я наносил очень интенсивно и то же самое смотрю с вот этим blue bright на что это ярко-голубая вот вот она как-то так прям поблекла в принципе в принципе нормально значит давайте мы их попробуем да то есть вот мы видим палитру в принципе что здесь много что можно выбрать вот давайте попробуем как они смешиваются особенно что очень сложно будет понять по просто бумаги по точнее ну как бы по упаковке да по характеристике в упаковке почему потому что обратите внимание здесь нет пигмента вообще то есть не написано как пигменты то есть весьма возможно это какие-то пигменты не совсем те же что идут например белые ночи да вот то есть там могут быть и какие-то красители непонятные все что угодно потому что нигде нет ни слова о пигментах и здесь тоже да то есть я думаю может быть когда я открою что-то будет понятно вот но здесь я ничего не вижу чуть позже я уже проверю посмотрю в интернете если в интернете описание что за пигменты входит состав но отмечу то что мне понравилось во первых краска недорогая достаточно большой набор различных цветов то есть если вы никогда не рисовали невской палитры но при этом хотите попробовать ее в принципе в том как она смешивается то с этого по крайней мере можно начать да я начала в свое время сонета я могу сказать так что сильная прям сильные разницы да в том как наносится краска как она смешивается сильной прямо разницы нет и все равно понимаешь что это за краска какого плана сам производитель то же самое с ван гогом если допустим брать краски ван гог и потом брать краски рембрандта да то есть единственное в чем вы почувствуете действительно разницу это в наверное в пигментах да но вот про ладогу конечно не знаю наверное оттеночки все-таки совпадают я не знаю как они это делают но оттенки действительно совпадают с невскими с невской палитрой белыми ночами вот потому что я много пользуюсь белыми ночами и я вижу что пигменты очень похожи так что весьма возможно они берут какие-то профессиональные пигменты и замешивают но также допустим да вот я могу четко сказать что несмотря на то что это разные краски да и как бы в принципе производства тоже разные них но могу точно сказать что вот вот этот сиена да как она за сена натуральная и желтая охра но сразу вы видите что она мыльная я понимаю что кто-то скажет может быть и не так наносила но я заметил одну особенность в невской палитре сиена охра и вот очень часто понятно ярко-голубая она очень часто идет на базе кобальта кобальт очень сложный пигмент я заметил что очень многих фирм с ней проблема но вот с охрой у невской палитры хуже всего но вот что тут скажешь но такого то них косяк вот вот так у них не получается кстати цинк вот этот вот цинковые белила я вам скажу неплохие они принципе я пробовала достаточно неплохие достаточно качественные если вы любите в принципе смешивать краску с белыми вот давайте попробуем в реале как она все выглядит упаковочка легкая простая вам совершенно нетрудно да это кинуть куда-то вот смотрите у вас всегда это накрыто да то есть единственно что когда открываете не делайте вот так резко а вот так вот отклеивайте по чуть-чуть но вы можете порисовать чуть-чуть да там подержать сколько там плюс 10 5 10 минут на открытом воздухе чтобы чуть просохла и засунули это спокойно вот упаковочку то есть принципе за счет того что нет никакой проблемы да нет никаких открывашек вы можете даже смотрите то есть что это не коробочка она не тяжелая на принципе легко потому что но что тут весит эта коробочка ты ерунда пластик или железо весит намного больше поэтому можно вот так вот ставить спокойно да то есть палитра перед глазами или вообще тоже спрятали и до ту же внутрь вот этого чуба и все и работаете более того за счет того что краска более не менее ученическая намного проще использовать ее в пленере например в различных быстрых скетчбук скетчах почему потому что оттенки краски видно очень прям видно даже как бы сильно потому что например профессиональная краска она так сделано что оттенков почти не видно да то есть многие оттенки вот так нет почти одинаково здесь все таки в принципе видно различия да если вот сейчас у меня не знаю не так вам может быть видно явно но когда солнечный свет прям видно что вот это зеленый да то есть чуть-чуть то есть вот это вот синие да это тоже синий то есть есть свой плюс в этом вот ну и не всем нужна профессиональная краска кому-то хочется легкости вот значит смотрите очень быстро наносите смачивать и точнее красочки да и можно уже соответственно там что-либо пробовать то есть я в этот раз возьму буду делать какую-то абстракцию то есть какой-то у меня будет кружочек в кружочек втекать и так далее заодно я посмотрю как они смешиваются значит вот это зеленое смотрите причем как разложено на то есть красный у меня разложены синие и в дальше до зеленый коричневый это очень удобно очень классно вот то есть давайте пробовать смотрите цвета наносится очень хорошо то есть нет такого что ты берешь нам ну как бы смачиваешь в цвете кисточку а там нет цвет очень хорошо более того потом посмотрим что я заметил ты иногда рисую что-то да на бумаге допустим вот я давайте чтобы видно было именно бумагу вот рисую что-то все так классно красиво потом просушиваешь и бумага все съела и ничего из того что ты нарисовал яркого сочного больше не осталось поэтому вот собственно я видите даже взяла кисточку очень неудобно она маленькая достаточно хочу посмотреть насколько все у меня получится то есть смог максимально создавать неудобные условия чтобы максимально проявились вот всякие косяки когда допустим ты наносишь краску она сразу высыхает от тебя прям потом ничего не размножь оставляет какие-то переходы вы давайте посмотрим как она здесь будет вести себя вот но вы видите смотрите вот я наношу зеленый на видно что качественно хороший цвет потому что вот я нашу даже проводя линию за линии смотрите на такое более сухой на мокрое все равно у меня получается весьма однородная да как эта краска точно как-то растекать так весьма интересно вот смотрите вот теперь смотрите что я называю мылом да то есть вот у меня вы видели да я только чуть-чуть прикоснулась краски у меня все пошел как бы процесс рисования а теперь давайте посмотрим охру делать прям вот наношу и мы посмотрим как она потом после моих рисуем работу вообще после моего нанесения как она будет но вот смотрите даже видно что она наносится немножечко немножко так мыльно да вот я рядом сразу же нанесу и и с рядышком вот нанесу рядышком с вот этим вот еще с сиеной натуральный вот вот это вот смотрите прям вообще я понимаю что художники профессиональный конечно же скажет то что что такие маленькие такой маленькой кисточкой на такие вот объемы но я вам скажу что нет я заметила одну особенность что когда краска хорошо наносится у нее нет нет перебора гумерабики до какого-то непонятного связующего который создает вот это мыло у нее как будто не водил вот этими линиями на мокром все хорошо а вот поэтому я специально и взяла вот эту вот кисточку 100 моему коту так понравилась обстановка обзора этих красок что он начал прям играться да да котик да конечно вот давайте пробуем дальше мне интересно как они будут между собой смешиваться еще вот это пошел синий посмотрите какой яркий классно цвет вот чудесно просто а вы знаете мне кажется что конечно разбалованным художником профессиональным да таким как в принципе каким я являюсь может быть это красочкой прям не так чтобы подойдет то есть прям часто я наверное пользоваться не буду потому что все таки я привыкла наверное к менее ярким цветом немножко другим оттенком потому что есть небольшая разница все таки вот за счет наверное я не знаю есть ли там какие-то красители вместо того чтобы чисто пигмента но настолько яркий красивый сочные цвета что знаете аж не верится что такое возможно а вот и я привыкла все таки к тому что у меня есть определенные оттенки в определенные до ферме и я вот пользуюсь то есть у меня какие-то там с невской палитры вот например охра сиена у меня ван гог я просто влюблена в этот бренд то есть англок просто лучше сиену и оху делать свой ван гог таллинг таллинс производителя ван гог это серия но я просто так как-то все никак не переучу себя потому что знакомство было именно с красочками ван гог и плюс я обожаю просто этого художника и соответственно прям потому что рембрандт мне не очень как-то таллинцы ну не знаю я не вижу что они настолько прямо если честно хороши и ван гогом отлично справляюсь есть у них цвета и ван гоги отличные которые сразу наносится и принципе достаточно насыщенные есть цвета которые не время бронти не ван гоги не очень поэтому я всегда выбираю цвета а уже дальше собственно собираем палитру вот например сейчас у меня палитра я один проект пытаюсь осуществить да и у меня палитра сборная то есть я собрала там лучше как мне кажется цвета из невской палитры вот и частью меня там из ван гога я вот именно подбирала прям наносила их рядышком сравнивала и вот собрала такую палитру то есть принципе конечно же вот вот прям братья такую палитру и прям ее пользоваться ну я уже как бы более разбалована но наверное если бы я только начинала свой путь то наверное я бы вместо сонета например скорее бы купила бы ладогу если честно не знаю мне еще нравится как-то упаковка их больше вот и все таки мне кажется что они покачественнее я как-то смотрела цвета да то есть как-то у них больше мне кажется троечек у сонета очень много там единичек двоек прям очень много а у ладоги они позиционируют как более светостойкие поэтому хотя сонет очень хорош очень хорош для детей он шикарный в плане там очень много основных цветов они легко наносятся и у них отличные пеналы они такие красивые потом потом когда ребенок истратит куча всяких разных до цветов он может их заменить на профессиональные при этом это металлический пенал останется конечно вот это вот это уже такой ну то есть и в сонет конечно если сравнить не сравниваю у ладоги просто нет варианта такого что можно купить такой подешевле допустим или в металлической подороже здесь просто нет другого но при этом здесь есть какие-то такие вот оттенки вот мне нравится то что они сочетают и холодные и теплые да то есть принципе это очень классно вот я потом посмотрю еще как сонет выглядит именно такие 24 цвета потому что у меня давно было лишь 12 вот возможно я уже просто как бы давно не следила за сонетом может быть я придираюсь к ней вот но надо глянуть смотрите как интересно получается да вот так вот интересно получается давайте кстати я хочу еще сверху там какой-нибудь свет наложить коричневый например вот вот такой вот коричневый темный и я что сделал я его наложу точнее нанесу потому что да он все-таки как бы достаточно хорошего качества действительно наносится не накладывается как охра например вот я его нанесу и смотрите что сделал пока он влажный да то есть на цвет я хочу прям цвета чтобы было много цвета посмотрите кстати очень классный богатый оттенок коричневых очень вот прям красивые цвета потому что как красивые оттенки коричневого это на самом деле я заметила что весьма большая редкость смотрите вот я хотела попробовать как получается в этих красочках эффект так и до водичкой наносишь очень классно смотрите смотрите ухты как прям клевого очень красиво получается посмотрите я прям если честно не ожидала давайте я еще чуть отодвину вот вернусь к вот этому шарику вот я нанесу еще немножечко красочки потому что я хочу тоже вот этот вот эффект получить посмотрите классно вообще знаете для иллюстрации ненадолгое хранение да то есть не картина для клиентов конечно мне кажется вообще круто но не знал уж кто и конечно рисует с другой стороны мы сколько там где картина может быть если бы ван гог или рембрандт или монет так думали не дошло бы ничего на нас поэтому да наверное стоит выбирать красочки вдруг дойдет до нас что-нибудь точнее до наших потомков ну вот смотрите да то есть я хотела проверить как она на чуть подсохнет я чуть проверю да то есть как эффекты смотрятся красочка кстати неплохо высыхает несмотря ну конечно сиена и охра вот вы если посмотрите да видно отдавать и я даже приближу им и посмотрим ближе посмотрите видите как она она очень неприятно засохов смотрите здесь матовая вот здесь на матовой что бы разб Rogue вот здесь вот матовая в принципе но вот это ещё не просохло понятно но блестит вот принципе цвета своего посмотрите все матом а вот это вот как будто бы по блеске вода и видно вот это вот неравномерность вот это кстати выпадает в осадок в принципе можно попробовать их смешать допустим давайте возьму палитру да и попробовать потому что смотрю в осадок что у нас тут выпадает до нас выпадает в осадок именно охра кстати не хило выпадает поэтому давайте что у нас такой вот красивая не очень светостойко но очень красивые это вот оранжевый такой цвет смотрите какой-то из еще коричневого давайте кстати вот попробуем да вот у меня уже два цвета еще с вмешиваю 4 получается ой 3 к и чего уже считать разучилась вот но цвет кстати такой прям получается получился как-то ярким сейчас видимо не тот коричневый выбрал смотрите сейчас я попробую вы не переживайте я потом возьму и еще сделаю заполнение в других местах не только на вот этой вот уже имеющиеся вовремя нет нет еще вот сюда добавлю смотрите то есть я хочу посмотреть как она в принципе ведет себя кстати да то есть я еще что смотрю я заполняю вот эту вот штучку да то есть все пустоты и при этом вот немножечко наношу на цвета уже имеющиеся хочу посмотреть как они будут вести себя потому что бумага если честно очень просто это обычная никакого хлопка там составе но привычного хлопка да то есть целлюлоза такая вот ученическая почти поэтому ничего такого особенно и я вы смотрите еще хочу в разных местах это попробую много конечно же когда смешиваешь с кем-либо вот эту вот охру она становится смотрите немножечко да такая как как кисель вот потом еще смотрите решила проверить она классно смешивается с вот этим вот фиолетом вообще крюк смотрите кстати это уже получается какой четвертый цвет 4 да то есть но не прям так чтобы очень грязный цвет вполне неплохо смешаю смешался так что весьма нормально вот но мы не знаем какие пигменты поэтому можем только гадать вот и смотреть на то что получилось давайте я возьму еще какой-нибудь какой мы вообще не пробовали да вот этот вот бледно бледно голубой типа они его назвали бледно голубой вот давайте я его тоже сюда вот нанесу не сильно прям так смешивая но нанесу посмотрим как она ложится видите какой цвет да вот пока она сохнет я хочу посмотреть если вот в этом вот я нанесу две ячейки с вот этим вот голубой и соответственно возьму еще добавлю значит в один я добавлю лимонный желтый другой я добавлю теплый желтый да и хочу посмотреть какие получаются цвета вы знаете мне очень нравится как получается цвет то есть весьма красиво посмотрите достаточно яркий такой цвет да то есть вот вот такой вот цвет получается так и вот здесь вот посмотрим что у нас получается на вот такой зеленый он до более холодные но это было ожидаемо вот смотрите красиво смешиваются да то есть принципе весьма неплохие красочки можно конечно покапризничать сказать что в принципе такие такие себе да здесь например вот этот цвет да это вот как раз этот зеленый который зеленый зеленый он типа него даст не светостойкий но опять таки кому что надо кому-то цвета главное вот красивый чтобы вот давайте посмотрим вот смотрите я прям замешиваю каждый синий желтым и получается весьма красивый цвет вот мне это очень нравится потому что иногда бывает такие цвета что ты замешиваешь этот синий желтый просто получается на такая грязь а тут посмотрите что у нас еще у нас еще есть вот такой вот например синий это у нас трамарин получается давайте вот здесь так но это такое у нас получился очень прямо какой-нибудь гороховый что ли не знаю очень необычный такой цвет вот давайте еще смешаем его получается с холодным желтым интересно прям посмотреть какой он получается ну да он получился холодный такой зеленоватый но кстати 3 теней тоже отлично посмотрите отличные замесы получается и при этом у вас есть полная палитра дал ли вас получается полноценно есть синие зеленые коричневые красные оранжевые желтые да можно допустим оранжевым не пользоваться да вот тем который очень не светостойкий какой давайте посмотрю больше золотистый голден это что а это тоже надо получается вот это вот не светостойко ну и ладно окей принципе мы уже помним что мы можем светостойкий вот краплак светостойкий смешать желтым и получить такой же оранжевый да но при этом у нас смешатся два светостойких цвета получается светостойкий оранжевый вот вот смотрите получается да такой весьма кстати красивый такой тыквенный получается можно разные сделать замеса да я специально сделала вот если такой например получился такие такой желтый оранжевый ухо нам добавить туда вот что у нас тут получается такой оранжевый прям тут надо прям подбирать подбирать да да он не получится один в один зато получится смотрите весьма красивый оранжевый не такой яркий согласно но и не везде такие наверно яркие вот это что ну да оба вот оранжевых очень красивые есть со светостойкости перед то они конечно вообще не подходят тем не менее мне очень нравится если честно они так мне понравится даже подумал рисовать что-нибудь вот давайте посмотрим что тут у нас высыхает пока пока высыхает но пусть сохнет так 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 я возьму какой-нибудь кусочек какой-нибудь бумаги а например вот этой это у нас бумага фактурная я возьму кисточку которой я обычно пользуюсь давайте я отодвину камеру все вот так вот я отодвину камеру и значит попробую но там не знаю что-нибудь сделать то есть куда-то то что-то идет посмотрим как она будет выглядеть и как будет в воде вести себя на весьма текстурный кстати это неплохая бумага этот консона бумага такая она ученического формата да то есть никакого хлопочка другого но тем не менее очень классно вот вот попробую прям поиграться что голову придет и потом посмотрим что конце мы получим до после того как все это засохнет вот мы добавим разные девочки сюда на то есть для интереса такого на то есть добавим какой-то интересный формате видео вот давайте еще вот это да добавим такого-то интересного чтобы она размылась куда-то потекло намешаем здесь кучу всего то есть это будет какой-то щупальца да у нас потом сделал видите как бумага она такого качества весьма весьма вот поэтому ее надо конечно крепить но вы уже привыкли наверное к моим урокам я это делал после того как уже прям поздно вот но это как челлендж такой для меня до какое-то испытание как это как я справлюсь или нет а вот да то есть вот я замешиваю разные цвета что посмотреть как они между собой будут смешиваться при этом давайте вот добавим вот тот же оранжево которым мы намешали мы его намешали охру получается да с оранжевым чтобы она так вот интересно смешалось вот теперь я прям буду я прям буду добавлять от прям все цвета вот интересно так чтобы посмотреть как они с собой вообще выглядит что происходит и можно ли в принципе с такой краска вот работает на что-то добиться какого-то красивого какой-то красивый иллюстрации если сильно прям не заморачиваться да на каких-то вот особых там проверка просто ребенок берет водой дарите допустим до ребенка вот такой вот набор там или себе покупать и пошли поехали с фантазией работать да ну вот собственно именно вот такой эффект я и планирую попробую причем я все буду смешивать у меня еще там есть разные всякие если вы не знали у меня здесь есть соль поэтому вот сейчас с этой солью это будет что-то нечто невообразимое потому что она будет попадать на бумагу и превращаться в какое-то что-то такое совершенно фантазийное но я хочу попробовать прямо все сегодня следы с этой вот ладогой да я такой интересный зелененькие ну да наверное я как бы погорячилась сказав что прям все видно когда ты работаешь но все равно как бы оттенки ты не видишь поэтому принципе да пигмент достаточно хорошие пигменты неплохие потому что естественно я прям нет у меня такого что я раз я взяла и все вижу но при этом смотрите достаточно интересно наносить достаточно прикольные яркие цвета хорошо смешиваться да то есть если например на кисточку нанести один цвет потом полезть другим очень классно можно хорошо поиграется с ними вот я в принципе не особо слежу за тем какие у меня цвета где смешиваются поэтому в принципе могу очень нехило тут наиграться вот но тоже терапия поэтому мы именно этого добиваемся чтобы наиграться и получить максимум удовольствия попробовать максимум выжать из красочек и посмотреть в принципе что что происходит кстати давайте белила попробуем очень стало интересно что у нас белилами белилами у нас можно всякие эффекты добавлять белки белилами даже более того можно какие-то там делать все-таки покрапывания белилами также давайте посмотрим как она идет себя и потом важно будет еще как они высохнут это очень важный такой момент добавить давайте я вот эту вот вот это вот хочу немножечко подразмыть вот такой какой-то интересный такой эффект добавить вот здесь нас белила пошли мы выведем на какой-то совершенно другой уровень здесь вот так здесь нас получился какой-то просящий рыб вот смотрите видите прям глазик получился так интересно вот и что еще хотел я хотела взять белила такие вот со всякими штуками вот и немножечко здесь одессе цветов поигрывать и подсезда вот по размывая вот но при этом чтобы были какие то развод душе все просто размывать то она будет ну размытое размытое если добавляет белил то возможно какие то будут такие необычные немножечко разводы да то есть я решил посмотреть давайте посмотрим и такая появляется белесость как раз как нам надо потому что обычно не добавляет их именно по этой причине я добавляю именно чтобы был глава такая дымка потому что она как будто бы немножечко добавляет какой-то фантазийности вот давай давайте я добавлю чуть здесь цвета еще от оранжевого на потому что я совсем его вымола белилами вот здесь чуть добавлю такой вот сугубо фантазия и вот сейчас уже да я хочу еще выделить по брызги просто вот и после этого я буду это сушить и мы посмотрим что у нас принципе да получилось заметьте я старалась вообще в принципе ничего конкретного не рисовать чисто как ребенок обычно берет и пошел в какую-то фантазию вот я попробовала именно так вот собственно посмотрим что у меня получится по концовке останется ли цвет как изменятся краски да заодно вот здесь вот белилами побрызгала посмотрим насколько они после высыхания сохраняться вот скоро вернусь и покажу ну вот давайте посмотрим что у нас получилось на то есть вот кстати высоха палитра видно да что вот этот вот зеленый синим она разделилась на такие вот интересные разбилась когда на разные частицы это кстати можно использовать тоже как эффект как вариант вот значит что еще давайте посмотрим следующее вот у меня есть палитра которую я сделала выкраска как бы да вот и посмотрим в принципе как выглядят здесь на красочки вот это кстати дать было сколько где-то год назад нарисовано вот это сейчас да то есть принципе цвета посмотрите весьма яркие красивые да кстати очень классный очень красивый эффект если рисуешь добавляешь немножко соль в красочку посмотрите какой-то размытие такое необычно да вот интересно кстати в отличие от допустим других красок которые я вот такие вот примерно в такой категории ценовой до пробовала детские так скажем вот они конечно же не такие эти намного ярче и вот прелесть и разница между со всем детским которые совсем дешевые тогда вот эти вот мидор медовые до которые очень часто покупается в школу и так далее в том что смотрите я только окунала кончик кисточки и сразу получала цвет это очень важный момент вот детям очень важно признание вот краски такого плана это но позволит им получить это признание то есть они как бы когда делают какие-то вещи они хотят увидеть отдачу сразу же сейчас дети такие что вести с ним сразу нужно то есть самое немножко могли там посидеть и немножечко наверное да дольше это все поделать вот то конечно же они сейчас очень быстро и за счет этого не очень быстро хотят и отклика и вот эти красочки помогут им получить этот открыт потому что они наносят и собственно то что видят то и и остается да то есть нет такого что ты купил какие-то вот например у ван гога да у таллинца ван гог у меня есть такая проблема мне надо очень долго прям наносить там прям очень слабые пигменты вот прям итогом можешь наносить вот иногда даже даже голубые ты прямо нанес мокрой кисточкой надо нормально хорошенько смочить ее и так много раз особенного такой цвета они же слабенький но здесь смотрите желтый кстати у ван гога очень тяжело ности здесь смотрите яркий классный вполне здесь конечно же посмотрим но вот смотрите эффекты можно делать да то есть есть плюс в этих красках есть можно делать эффекты да то есть белый в принципе из брызги оставляю что да получается такие вот белые проплешины и очень красиво посмотрите видите они как оригинально выглядит потом что еще здесь смотрите очень много смешивания но и я бы не сказал что прям такой серый цвет получился но не очень красиво потому что не было планов особо и вообще коричневым с этим цветом ужасно сочетаем но тем не менее смешиваются они неплохо между собой посмотрите везде для было много воды очень красиво засохла то есть это можно хорошо и интересно обыграть что касается белил можно делать эффекты да вот такие вот посмотрите вот такие вот как вода эффекты вот или брызгать чтобы вот на влажном образовывались вот такие же как от пустой кисточки но белила их особенность том что если здесь можно переборщить с водой и тогда то чтобы побрызгали вот кисточка дополнительно но просто как бы добавит воды к воде но когда вы белила брызгать и как бы не было много воды все равно белила за счет того что то другой цвет поменяет в принципе структуру да вот текстуру нарисованного и то есть очень большой плюс если вы допустим еще плохо чувствуете воду да сколько добавлять от пробуйте посмотрите это вот все эффект вот этих белил да вот и кстати соль да видите тоже красиво получилось но вот цвета даже на работе да вот я рисовала я взяла бирюзовый смешанный синие с зеленым немножечко до получился вообще такой вот интересный цвет а потом взяла и нанесла на желтый посмотрите какой получился здесь переход интересный прикольно то есть принципе они между собой еще и на бумаге неплохо смешиваются цвета яркие классные вот брызги конечно брызги такие себе получаются немножечко сероватые как будто бы но в целом тоже неплохо то есть по крайней мере видно что они концентрированы можно поиграть с ними и если наверное вода и кисточка будет абсолютно чистыми то можно даже каких-то вот пелесости добиться принципе поиграетесь посмотрите вот но я со своей стороны скажу что в принципе красочки мне понравились я год назад их купила не хотелось снимать ревью сразу хотя дать себе возможность немножечко отключиться от вот этого впечатления то есть они тогда только вышли и очень многие ругались на них но не знаю я бы так не сказала в принципе да пигменты возможно искусственно потому что мы не знаем что конкретно в него в них добавляться но с другой стороны и ладно какая разница то есть это они не претендуют на профессионально вот в описании смотрите нигде не говорится что они профессиональные да но при этом я бы сказала как бы это и не детские прям краски да то есть не качество очень хорошая наносится сразу весьма неплохо смешиваться у классной краски поэтому для их ценовой категории мне кажется они вполне достойный вариант при этом здесь на интересно сочетание цветов посмотрите вот эти кирпичные цвета и коричневые да то есть это в принципе по допустим там какие-нибудь двери стены кирпичики все это можете делать например синие зеленые при этом розовый там фиолетовый очень классно желтый но я вот как я вижу это отлично палитра единственное что я бы наверное бы заменил и так это заменила богу вот охра здесь просто что что сиена что охрану прям прям ах прям очень нехорошо а вот но опять таки можно их использовать для каких-то смеси смеси для того чтобы получить неоднородную неоднородного такого посмотрите вот я смешивала дело как бы оранжевый на базе охры и посмотрите давайте я вот поближе приближивают посмотрите как интересно выглядит именно за счет того что я смешала вот это вот так вот то есть он сам по себе цвет очень некрасивый но вот если вы смешать с какими-то цветами вот смотрите коричневый да то есть интересный такой-то фактурный очень посмотрите охра втекает в изумрудный то есть можно получается из изумрудной на если чуть-чуть охра такие капельки делать будет такая вот интересная фактурка да вот здесь тоже я смешивала с разными да то есть принципе можно даже придавать ощущение дерева за счет того что вот так выглядит охра так что весьма достойный вариант вот но вы когда попробуйте расскажите свои впечатления я была рада сегодня провести с вами вечер я надеюсь что видео вам понравилось было полезно и жду конечно же ваших откликов обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и ожидайте новые видео всем желаю отличного настроения творческих успехов пока пока